я занимаюсь очень важным делом играю на переменах в игры ребята всем привет мы находимся в политехническом университете валенсии и сейчас мы сделаем целую видео экскурсию по этому университету и даже поговорим со студентами политехнического университета о всех плюсах и минусах обучения в испании всем привет меня зовут арина макешева и я учусь в университет политехника де валенсия что в переводе политехнический университет валенсии это государственный универ и он входит в топ-20 университетов испании это самый настоящий город в городе и чтобы пройти от одного конца до другого нам понадобится почти полчаса тут разные активности вы там напротив нас находится волейбол на песке теннисные корты в бассейн тут даже есть гора для скалолазания и все это бесплатно предлагает как раз таки мой универ арин мы сегодня пришли к тебе в гости в университет политехнический расскажи немного вообще свою историю и как ты решила переехать в испанию я вообще хотела очень переехать и рассматривала разные страны для поступления мой выбор пропал на испанию почему потому что это испанский язык который очень распространен после английского это система образования это то что аттестат тут особо не играет важной роли и уровень образования на высоте и тем более у меня будет европейский диплом по окончании университета хорошо все ты решила что ты переезжаешь в испанию какой был твой следующий шаг мой следующий шаг был это выбор и подбор языковых курсов так как для поступления в испанский государственные вузы вам нужен испанский язык чтобы обучаться на бюджетной основе я выбрала языковой курс начала готовиться к местному экзамену который называется селексивидат сдала экзамен и поступила уже сюда в универ супер сколько времени ты учила испанский до того как начать подготовку к экзаменам на самом деле из страны из которой я приехала не так много испанских учителей поэтому я обучалась испанскому где-то 3-4 месяца силы это это было только грамматика по-настоящему изучать испанский язык я начала уже здесь когда приехала сюда в испанскую среду и в испанскую языковую школу супер вот с этого момента с языковой школы давай поподробнее итак ты выбрала языковую школу которая помогла тебе подготовиться к экзаменам и выучить испанский язык да все верно языковые школы есть отдельный такой курс который готовит к местному экзамену и студенты ребята из разных стран приезжают конкретно на этот курс готовится к экзамену параллельно учат язык и поступают в универы я готовилась конкретно к трем предметам я сдавала математику экономику искусство и английский язык английскому языку не обучают в языковых курсах потому что это испанская школа поэтому к экзамену и английского языка я подготовила самостоятельно а так в языковой школе у вас три часа предметные то есть по часу на каждый предмет и в конце учебного дня у вас час испанского было ли сложно подготовиться самостоятельно к экзамену английского английский на самом деле очень базовый примерно где-то уровень b1 поэтому вполне можно подготовиться самостоятельно супер ребята если вы тоже хотите как и наша арина учиться в одном из лучших университетов испании обязательно пиши нам и мы тебе подскажем как где выучить испанский язык какой курс нужно тебе выбрать и как это сделать со скидкой давайте с вами зайдем в касса для люмна что в переводе дом для учеников там ученики нашего универа проводят время учатся играют в игры либо же просто кушают обедают это на самом деле не библиотека поэтому тут можно шуметь разговаривать и и ну и учиться тоже можно что в принципе можете наблюдать это не это мое самое любимое место здесь автоматы с едой тут все очень дешево и свежие и вкусные вот что имею ввиду когда говорю что испанских государственных университетах всегда очень насыщенная жизнь например это все что на что можно пойти в университете политехника после учебы и меня очень сильно привлекла встреча которая произойдет касательно искусственного интеллекта здесь будут большие специалисты по маркетингу искусственному интеллекту нейромаркетингу и они будут рассказывать кто на каком пути вернее кто за кто про против кстати как ты думаешь искусственный интеллект это твой друг или враг мы подняли с вами на террасу где некоторые студенты даже принимают солнечные ванны потому что в испании 300 солнечных дней в году мы прошли через игровые залы с настольным футболом бильярдом хоккеем и приглашаем вас с собой учусь я занимаюсь очень важным делом играю на переменах в игры автоматы расскажу это с первого раза смогла поступить в университет после подготовки к экзаменам да я поступила с первого раза дело в том что не поступить тут нереально потому что когда вы подаете заявку вы подаете заявку сразу на 15 специальности и выбираете из того что вы наиболее у вас приоритете до тех которые вообще не в приоритете у меня дошло до того что я выбрала себе и педагога и логопеда и в общем что там только не было и по любому на одну из этих специальностей вы поступите потому что некоторые специальности нужен самый минимальный проходной балл круто значит подготовка решает много а кто тебе подсказал как можно выбрать университета и как подать свои заявки это все мне помогали делать в моей же языковой школе там очень хорошая поддержка была которая отвечала на наши вопросы нужно ли было амалогировать твой диплом вернее аттестат за 9 и 11 классы для поступления в университет да конечно это дает от 5 до 6 баллов и кстати почему я выбрала опять-таки испанию потому что я скажем так училась не очень хорошо и я была такой троечницей поэтому в испании амагируется диплом так что вам дает от 5 до 6 баллов то есть если вы круглый отличник вам дают 6 баллов если вы круглый двоечник вам дают 5 баллов разница за ваши нервы потрачено время всего один балл поэтому я получила за свой аттестат 5 и 5 по моему на самом деле амалогация дипломент не такой легкий процесс и он может затянуться если сделать что-то не так поэтому обращайтесь специалистам how to spain чтобы правильно и вовремя амалогировать ваш аттестат сейчас мы с вами подошли к главной библиотеке нашего университета тут на самом деле очень много маленьких локальных библиотек которые расположены с корпусами например с моим корпусом рядом расположена библиотека где больше экономических каких-то книг с корпусом где обучаются архитекторы то больше каких-то архитектурных них а тут это главная библиотека тут несколько этажей тут собраны все книги которые нужны для обучения ну вот и кто сказал что инженеры не креативны просто посмотрите на эту инсталляцию которая между прочим даже работает мы подошли к главной площади этого универа тут вы можете наблюдать аптеку банк кафетерий библиотека и опять как всегда очень много паркинга но в основном для велосипедов я подловила свою подругу которая обучается тоже в университете политехническом валенсии расскажи на что ты здесь учишься я учусь на архитектурном дизайне интерьера сложно было поступить ну это было нелегко но в принципе это возможно это не так уж типа запу его это очень часто просто так в принципе это вполне возможно расскажи ты же также как и я обучала через языковые курсы и через языковые курсы сюда поступила да да я полгода ну около полугода сначала мы изучали языки и еще подготовились к предметам предметы ты выбираешь сам и я даже завалила некоторые но в принципе то что я выбирала и то что я изучала в школе языковой то я прошла я завалила английский неважно да мне очень нравится университет в принципе мне он я не знаю насколько лучше другой университет мне кажется наш университет лучше если честно мне очень нравится то что здесь все находится в одном месте здесь выходит община большая студенческий городок просто где есть все абсолютно все что тебе нужно не знаю банки кафешки библиотеки всякие разные пространства для того чтобы учиться и очень свободная атмосфера не знаю в принципе во всей испании я не знаю что именно назвать студенческой жизни но вот этот период моей жизни мне очень нравится он очень яркий насыщенный и я встречаю много очень разных людей интересных и мне нравится да если ты хочешь чтобы твой ребенок учился в одном из крутейших университетов испании ты знаешь кому обращаться агентство how to spain с радостью поможет тебе как подобрать курс подготовки к вступительным экзаменам в государственный университет и дать своему ребенку лучшее будущее какие преимущества это диплом европейского образца то что у меня будет крепкий и очень хороший уровень испанского языка дешевое значительно образование и доступное проживание и жизнь в испании я учусь на менеджмент и госуправление что в переводе хистиона не нас растем публика да это кстати очень крутая возможность тоже которая мне очень нравится что университет предоставляет возможность бесплатно заниматься и бесплатно пользоваться всякими разными я например хожу спортзал лично и еще иногда хожу на кардио и пару раз ходила на просто другие разные занятия но я знаю что есть очень много разных там йога танцы какие-то значит какие-то футболы короче очень много всего даже стрельба из лука я делала да но вот и мне очень нравится что университет предоставляет такую возможность еще и бесплатно и это очень круто мне кажется ну в течение я уже здесь три года учусь и четыре года живут еще на языковых курсах была то я здесь не встретила много разных людей и и в университете и испаноговорящих и англоговорящих русскоговорящих и это очень круто да мы типа как я планирую я хочу я хочу найти какую-то практику на следующий год и даже если это бесплатно либо за минимальную плату по практиковаться именно по моей специальности и дальше дальше посмотрим я думаю что да я смогу найти и это просто дело времени и контактов и усилий насколько я знаю ты еще работаешь расскажи как тебе удается совмещать работы кучу ну зовут за время учебы за все три года я сменила наверное три работы и в принципе если правильно пользоваться своим тайм-менеджментом то можно можно это совмещать если ты знаешь что что ты справишься или например ты знаешь что сейчас уже в этом году у тебя будет не так много предметов где нужно будет именно какие-то четкие знания или там где больше будет проектов потому что проекты это немножко другое чем экзамены сдавать или еще что такое поэтому у меня пока что получается надеюсь дальше тоже так будет мой график работы я работаю с 9 до 2 обучаясь в универе с 3 до 9 поэтому сразу после работы я бегу на автобус по пути обедаю и тут с 3 до 9 у меня лекции и практики это зависит от специальности на моей специальности например много каких-то креативных предметов поэтому здесь нет такой прям супер четкой строгой оценки и строгого какого-то критерия поэтому в принципе это не так уж сложно как я бы сказала как некоторые мои друзья учатся на каких-то более инженерных специальностях или на каких-то более там что-то связанное с химией биологии что от меня далеко и там я знаю что там намного тяжелее там намного тяжелее в этом плане очень много экзаменов очень много загрузки иногда очень много лекций семинаров и практик и ты все это должен посещать и все это как бы очень много занимает времени потому что у нас много очень отводится на самообучение и на то что ты сам должен развивать свой проект и дальше просто тебе проверяют вы сейчас делаете макет насколько я знаю да я сейчас иду в нас есть в университете ну в нашем корпусе я знаю что еще где то есть но это там изучают аэрокосмическую инженерию а здесь у меня в архитектурном получается есть специальный тайер русскому называется мастер мастерская да где нам тоже предоставляют всякие инструменты если нужно даже можно резать лазером и просто инструменты чтобы резать дерево короче очень много всякого и да мы сейчас идем делать макет и надеемся его закончить ко вторнику как строится наша оценка наша строится исходя из разных аспектов одно это посещение лекции может быть семинары и работы в группах проектные какие-то работы зачастую проекты бывают групповые где вы объединяетесь испанцами поэтому за счет этого ваш испанский разговор и становится все лучше и лучше делаете совместные работы встречаетесь вне универа проводите время и готовитесь к сдаче ваших проектов рекомендуешь ли ты и данный университет да да мне очень нравится это типа университет который можно было бы представить как фильмах или в сериала где-то ты учишься у тебя есть крутая община и крутое окружение и классные предметы с классными преподавателями и в принципе я вижу как университет развивается и это тоже очень круто это поддерживает не откладывай свои мечты на завтра а связывайся со специалистами агентства уже сегодня и будешь в ближайшее время учиться вот в таком классном заведении сейчас мы находимся в политехническом университете валентий и спросим одного из будущих студентов почему ему нравится университет и что же он хочет изучать я исток и ток и 15 лет и мы в этом городе, мы в городе, мы с вами были в городе, мы в городе и visitаем университет политехники в Валенце. Мы ели в университете в информатике и мы сделали там очень круто, что уникальный урок, это очень умный, и оно было очень крутой, мы очень нравится, это очень нравится, конечно, и мне очень нравится, потому что я хочу стать архитектом и мне кажется, что у меня есть и это очень хорошо. Потому что экономика, это очень хорошо, чем у урона, потому что урона не все родители могут позволить. И, по близости, урона тоже очень хорошо. Меня зовут Мария, и я профессор в Торрен, в Монтесион. Мы приехали с учениками из 4. Ла-С, в Тайвере, в Тайвере, в Тайвере, в Уфе, здесь образованный у Ла-С, в Казах, чтобы, после кого школы у нас работать лучше. На Монтесион unstoppable партнераторе, и в сочетании ух, это корректор Монтесион. И, надеюсь, что играет в Тайвере, посетя директора, ух-у, eles chamam um pouco de atenção para seu futuro e ademas aprendem algo que lhes ensenha esse taller, então é a melhor que eles passaram diversos attempto esta universidade porque oferece muitos recursos, tua posição em nível nacional e em globo И, на самом деле, карреры, которые дают здесь, они очень важные перспективы для будущего. Сразу после того здания, в котором мы не снимали. Мой первый год обучения, на самом деле, мне очень больно вспоминать, потому что я завалила 4 предмета из 10. Но мне все говорят, что это достаточно неплохой результат для человека, который всего живет второй год в Испании. Поэтому я не расстраиваюсь тут. Сейчас уже на второй год я сдала уже все свои предметы. Нет, тут не выгоняются университеты. Вы просто берете те предметы, которые вы не сдали, на следующий год. Так можно сделать три раза. Но, конечно, есть свои минусы. Оплачивать вы будете в два раза больше. Поэтому учиться надо вовремя. В обычной студенческой визе у вас есть право на работу, но его нужно дополнительно запросить. А если вы обучаетесь в колледже или универе, то право на работу запрашивать не нужно. Оно у вас автоматически включено в вашу визу. И я сама работаю в How to Spade страховым агентом. Поэтому, если вам необходимо оформить страховой полис для студенческой визы, вы знаете, к кому обратиться. Конечно, я бы прошла весь этот путь, но я бы чуть больше времени потратила именно на ментальную подготовку, потому что ментально я была к этому не готова, как оказалось. Сто процентов, сто процентов изучать язык намного как можно раньше, потому что язык на самом деле это основа основ. Если у вас нет хотя бы базового какого-то языка, вы тут банально не сможете заказать тебе кофе. Не упусти шанс подготовиться к вступительным экзаменам вместе с агентством How to Spade. Мы тебе поможем, как подобрать лучший курс для твоего ребенка, а также подскажем, какие же предметы ему выбрать и какой университет рассмотреть. Да, на самом деле тут преподаватели намного отличаются от тех, к которым мы привыкли в наших странах СНГ. Они не орут, они не ставят себя выше учеников, и вы с ними как наравне, вы можете в любой момент подойти, если вы что-то не поняли. Не поняли. Если вы что-то не поняли, и они с удовольствием, с радостью вам помогут, потому что они нацелены как раз-таки именно на то, чтобы ученик понял их предмет и сдал успешный экзамен. А татуириес — это когда вы берете консультацию у препода, и преподаватель не может вам отказать, объясняя тему, которую вы не поняли. Но они на самом деле очень открыты к тому, чтобы объяснить еще раз, тем более они понимают, что мы иностранцы, и у нас сложности с языком, поэтому они, наоборот, идут к нам навстречу. Ауа Виртуаль — это платформа, где вы можете посмотреть свой график, посмотреть график экзаменов, подготовиться к предметам, так как туда выгружаются все материалы с лекций. Также там вам преподаватели дают тесты на домашнюю какую-то работу, и там всегда есть инструкции, как сдать тот или иной экзамен, то есть сколько нужно набрать баллов, чтобы закрыть именно этот предмет. Рада ли я, что выбрала Испанию и данную инфляцию для поступления? Конечно, рада, потому что как можно не радоваться данному солнышку, такому дешевому образованию и атмосферу, как в фильме. Ощущаешь себя главной актрисой кино. Если ты хочешь взять быка за рога и дать своему ребенку лучшее будущее в солнечной Испании, агентство How to Spain дает скидку на покупку курса или помогает со студенческой визой бесплатно. Мы пришли в мое самое любимое место — это кафетерий. И тут меню дня можно взять за 5,50 евро, это входит гамбургер, постеры, десерт и напиток. Ребята, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Пишите комментарии, какие бы вопросы еще более детально вы хотели бы, чтобы мы рассмотрели в наших следующих видео, и будем только рады, если сможем помочь вам в поступлении в ВУЗ вашей мечты. Субтитры сделал DimaTorzok